Сегодня в преддверии 79-го дня Великой Победы в центре Екатеринбурга перед штабом Центрального военного округа под звуки духового оркестра к подножью конного монумента маршалу Победы Георгию Жукову легли венки и цветы. В руках губернатора Евгения Куйвышева был большой букет алых гвоздик. Кроме главы региона, в торжественно цветочной церемонии участвовали представители властного и делового истеблишмента, представители власти духовной, а также труженики тыла и ветераны, юнормейцы и общественники, руководители силовых структур, мэр города, спикер областного парламента и простые горожане. Четырежды герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков после войны пять лет прожил в Свердловске. Позже некоторые историки этот период жизни маршала Победы назовут Уральской ссылкой. В преддверии полувекового юбилея Победы в мае 1995-го перед зданием штаба военного округа, войсками которого Георгий Жуков командовал с 1948 по 1953 год, был воздвигнут конный монумент. К слову, Госкомиссия долго не давала добро на установку бронзовой скульптуры, отлитой мастерами Уралмашзавода по эскизам скульптора Константина Грюнберга. Чиновники сомневались в устойчивости конного монумента, ведь обронзовевший маршал сидел на вздымившемся жеребце. Летийщикам тогда пришлось заменить прежде полые ноги лошади на монументальную конструкцию. И в ходе предпусковых испытаний бронзовую скульптуру весом в 17,5 тонн мастера установили вверх ногами, продемонстрировав прочность монумента. А когда семиметровую бронзовую скульптуру везли с Уралмаша в центр города, к месту установки памятника, пришлось на время поднимать троллейбусные провода. Но все эти монументальные нюансы и сложности остались в прошлом. А сегодня, после церемонии о возложении цветов и венков, по проспекту Ленина, чеканя шаг по давней традиции, прошла рота почетного караула, завершив памятную церемонию. Субтитры создавал DimaTorzok